Я бы, во-первых, всем ботам попросил предъявить конкретный хотя бы один факт, потому что кроме КПРФ как раз никто принципиально и не выступает, и не голосует. Потому что парламентскую партию можно обвинить в договорнике, если по принципиальному вопросу, как жирик, шуметь, шуметь, потом раз прийти. Сегодня, кстати, наглядный был пример по, с нашей точки зрения, неконституционной, нерегламентам, внесенных поправок в закон, когда, скажем, президентский закон, внесенный в 2012 году, где поправки предполагались в 22-ю и 29-ю статьи закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, он касался возможности политической партии отозвать назначенного ей члена комиссии с решающим голосом избирательных. Они берут во втором чтении и вносят поправки в 18 статей, которые требуют. Ну и что это за поправки? Это введение дистанционного голосования, голосование во дворе, при доме, при вокзале, ну то есть все элементы того, что они испытали на псевдоголосовании по поправкам в Конституцию, понимаете? Кроме того, они ограничивают возможность привлечения наблюдателей с другого региона. Кроме того, они ограничивают там еще ряд прав конституционных, понимаете? И выдают это за благо ради избирателей. И вот можете посмотреть, что было в эфире и в первом чтении и у Жириновского и Справедливого, и что оказалось по факту голосования. Против КПРФ и половина фракции Справедливая Россия. И один член ЛДПР, я так понял, который уже на выход, Сергей Иванов. Все остальные за. Ну вопрос очевиднейший, понимаете? Второе, можете посмотреть сегодня, второе голосование по пункту 22, это о муниципальном и государственном контроле, где там несли тысячу поправок, но эти тысячу поправок, в принципе, кастрируют и без того ущербный контроль. Ну, надо же сегодня, захотят к вам сюда прийти, да? Закроют, если захотят, или придут сразу контролеры и скажут вам. Ну, знаешь, тысяча строми не удовлетворит, чтобы вы продолжали работать. А может и не удовлетворить, понимаете? И мы внесли конкретные поправки, которые бы вносили поправок, их отклонили. Опять же за закон. Посмотрите, кто голосует. Опять голосуют все три сателлита, потому что я утверждаю, что Жириновский, в принципе, никогда по принципиальным вопросам оппозицией не являлся. Это можно проверить, выйдя на сайт Государственной Думы, в раздел «Свинограмм» и проверить выступление и голосование. Понимаете? Второй момент. С моей точки зрения, тень на плетень наводят структуры, которых модернизировал Кириенко. Ну, всем известно, в собеседнике, можете проверить, не я, собеседник напечатал о том, что во время, после утверждения на должность первого зама по внутренней политике, в течение трех месяцев он консолидировал 20 ведущих пиар-групп, закрепил за ними госкорпорации и около 5 миллиардов рублей собрал на, ну, скажем так, специальные работы по изменению имиджа власти и, естественно, вмешательства в избирательный процесс. Понимаете? Потому что они сейчас, не доверяя местным внутренним управлениям внутренней политики, они посылают в специальную группу. Вы же, как понимаете, пиарщики у нас стоят недешево, да? Они выезжают и делают независимый мониторинг ситуации. Ну, и потом, естественно, рекомендации за соответствующие деньги своим карманным сателлитам. Или вот, возьмите, сейчас идет сбор подписей за выдвинутых кандидатов в губернаторы, да, в 17 регионах. Партия власти собирает себе, справедливой, ЛДПР и коммунистам России. Ну, вы же понимаете, если есть доминирование, и есть у них в 16 регионах, они проводят, ну, скажем, ну, своего рода эксперимент. Ну, то есть они отменили выборы депутатов в районные собрания, сельские, да? Они избираются из избранных сельских поселений. Ну, вы же понимаете, что это все сплошное ручное управление. И в такой ситуации они, в принципе, лишают независимости при выдвижении. Потому что, ну, президенты можно выдвинуть, а выдвинуться губернаторы без контакта невозможно. Поэтому только мы пытаемся собирать подписи в некоторых регионах, как и у нас, с колоссальным противодействием. Ну, то есть мы этим процессом начали заниматься еще за два года. Потому что, ну, Единая Россия, это же не партия, это, в принципе, ну, скажем так, набор фигур при партии власти. У всех есть, как правило, интересы, потому что сегодня же культивируется система управления по компромату. Если на вас есть серьезный компромат, то вас пустят и крючочек прицепят. Да, как только вы начинаете выступать. Ну, вот наглядный пример с фургалом. Ну, если человек дважды выигрывал выборы в Заксобрании Хабаровского края, трижды избирался в Государственную Думу по одномандатным округам, да, прошел два тура выборов губернаторских. Ну, если действительно была какая-то информация, ну, наверное же, и они не сателлиты, наверное, бы ее вытащили, как черты с табакерки, получите, распишитесь. Так я, да? Поэтому можно посмотреть это и по-другим. Вот те арестованные губернаторы, это же была в принципе борьба башен. Ну, скажем, в том же коме, да, там ОПГ на первом этапе обозначили, потом поняли, что сами себя клянивают. Но 19 чиновников арестованы, да, но там-то был спор кого? Роснефть и Лукоила. Губернатор занял неправильную позицию, из-за этого как бы сегодня находится в определенных местах. И можно других привести. Поэтому, ну, с моей точки зрения, это технология. Понимаете, пиарщики с помощью ваших коллег телевизора можно любого человека сделать за два дня героем и за один день негодяем. Поэтому в данной ситуации нам же все время пеняют, рассказывают, кто в 96-ом году Зюганов выиграл. Я человек, который 30 лет занимается непосредственной работой в полях. И могу вам сказать, что вот, ну, скажем, в Ростовской области в первом туре Зюганов победил 64 на 46, да? Во втором туре просто вышвырнули наблюдателей и поменяли ровно наоборот. Но потом мешки мы в течение полугода с долютениями находили в лесополосах. Но для того, чтобы сказать выиграл-проиграл, протокол есть, да? Вот мы в Татарстане четыре года судились, партия, да, для того, чтобы доказать, что 600 голосов украли. Но через четыре года вам кто-то вернет, но у нас же они технологию какую избрали. Ну, вот если вы посмотрите, партия власти, она, в принципе, фуражку меняет с названием «Через двое выборов на третье», да? Ну, вот если, чтобы не быть голословным, был выбор России, все чиновники были выборы России, да? Потом он облажался, появился «Наш дом Газпром», да, или «Наш дом Россия», правильно? Как только он облажался, появилось единство с «Бурым медведем», помните? С «Шойгу», «Борцом» и «Гуровым» известным, да? А параллельно организовали отечество, да? Где Примаков, Лужков, там, Башкирский, Татарский, скажем, президенты. Потом подяли, что, ну, на первом этапе обманули, давайте объединиме, получилось «Един Россию», да? Сейчас вот уже, если вы посмотрите, последнее послание президента, да? Хоть один раз «Единая Россия» вы услышали в послании президента, но «Народный фронт» вы услышали уже 11 раз, да? Это о чем говорит? Что очередная шапка готова, да? И в данной ситуации, вот, ну, можно сказать, что, ну, для того, чтобы, ну, как бы, реальную оппозицию осаживать, как нас, да? Для этого надо запускать слухи, потому что слуховая идеология со времен Гебберса является эффективным средством разрешения подсознания, да? И в данной ситуации, в принципе, ну, вот на спецканале у ваших коллег я был, да? Вот если вы почитаете, сколько людей посмотрело, но первые 525 это боты, которые, ну, просто вас пытаются, там, оскорбить, унизить, то есть у них нет никакого режима диалога, или, да, хотя бы, ну, можно же, как бы, очморить и более, ну, скажем, цивилизованными способами, а у них просто грубый накат на выступающего, и это я смотрел не только у меня, это, в принципе, вот если человек говорит по существу, да, то технология боту, они же не бесплатно сидят, потому что сетевая технология, мы же понимаем, что и Навальный великий, не потому, что он великий, или и Платошкин тот же, потому что, но если деньги, определенный ресурс дают, накрученный, да, есть ваши коллеги, группы, которые могут делать контент, пожалуйста, можно как раз то, о чем я говорил ранее, делать героями, надувать щеки, особенно, если есть еще кто готовит вам тексты, сценарии, и, в общем-то, виртуально героем быть просто, вот на баррикаде, там сложнее.